Держать себя в благодать очень важно. Давать Господу быть – это возможно. Опыт православный говорит посредством молитвы только. Вот какие мы с вами в 99,99 случаях из 100 посредством молитвы. Поэтому православные молятся. И не вообще. И не от стучей к случаю. А как написано в Библии? Помнишь, как написано? Господь говорит через апостолы – непрестанно молитесь. Почему? Чтобы всегда за руку Божьего держаться. Чтобы всегда Господь был рядом. Чтобы всегда Он действовал. Я молюсь вот утром. Неимоверно у меня дикое большое правило. Тело в 15 минут стою. Но 15 минут с Богом. А 23 часа 45 минут еще с кем бываю? И когда? Поэтому 15 минут мне удается по Божьему жить. Может, не все идеально, но удается. Потому что я за его руку держусь. 15 минут во время утренней молитвы. А потом, потом, 23 часа 45 минут. Что я делаю? Держусь за руку-то его. Поэтому, мои дорогие, нам это очень важно. Вот быть в молитве постоянно. Для этого нужно быть монахом. Отвечеси от мира. Постоянно стоять в углу перед иконами. Лупить поклоны десятками, сотнями. Нет. 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 А как можно? Молитва. Что такое молитва? Открываем катехизм. Светитель Филарета Московского. Он пишет. Молитва – это возношение ума и сердца к Богу. То есть мысли и чувства, когда к Богу повернуты. Так это же для этого не обязательно быть в монастыре. Хорошо быть в монастыре? Хорошо. Единственный путь? Нет. Ума и сердца всегда. Может быть, с Богом мысли и чувства обращаться. Через краткую молитву. Опыт – самый лучший. Краткая молитва. Мы вот такое имеем. Иисусову молитву. Матарёва. Богородеву радуйся. Да что тебе ближе? Я знал человека, который вот так молился. Батюк такой был интересный. Покойный теперь. Старенький был. Ему одно в молодости. Когда он ещё был мальчишкой, у него отец был очень верующий человек. И он вот зажёг его сердце любовью к Господу, сыну. Младшему сыну. И он ещё в молодости, читая псалтырь, попалась фраза, в псалтырь написана, которая его буквально пленила. Фраза в псалтырье такая. Готово сердце моё, Боже. Готово сердце моё для тебя. Готово. И вот он потом, он искусственно ничего не делал. И вот настолько потрясали слова. Он весь день ходит как пьяненький. И только вслух про себя. Готово сердце моё, Боже. Готово сердце моё. И с Богом разговаривать. И вот так-то через всю жизнь потом ушёл. У него чёточки, помню, были. И он по чёточкам вот так, всеми одной тоже. Готово сердце моё, Боже. Готово сердце моё с тобой быть. За тебя держаться. Твоим законам жить. Готово сердце моё, Боже. И он сейчас с Богом в беседе был непрестанной. Всю жизнь. Поразительная вещь. Вот форма, пожалуйста. И у тебя по-другому может быть. По-другому. Когда Лев Толстой был ещё ещё молодым и начинал свою писательскую деятельность, ранние произведения Толстого, кто себе знает, они очень христианские, кстати. И очень православные. В одном из них есть такое описание, такое рассказик. Я вам сейчас позволю его процитировать. Кратинг, конечно. А он и самый маленький рассказик. Из раннего Толстого. Там такое описание, что крепостной правощи был на Руси. Там он описывает. И у одного помещика сирота среди крепостных, мальчика. И он определил ему труд по силам. Ну, ребёнок, но сирота. А кто будет кормить? И чтобы его, как он сказал, недаром хлеб ел, он его поставил обходчиком своего леса, как лесник. Ну, мальчик. Он обходит лес, просматривает, докладывает. А чтобы потом ему там было удобно, там в лесу как избушечка такая. И вот он там вот обходит, просматривает. Ну, всё в сеть бывает в лесу, правда. И пожар может быть. Так, так. И воровать мог лес. Всё. Вот он занимается. И он привык так к одиночной жизни. Этот мальчик уже вырос. И его сердце запросило, запросило, как у каждого нормального человека, Бога. И он захотел молиться. Но он там вот весь живёт, как на небесном острове в лесу-то. И он... Людей-то видит редко. И как молиться? Неграмотный, крепостной. Не знает. И он вот как сердце ему подсказывало, так вот он душой, чувствуя, делал. А что в работе была его? Какая? Во-первых, он обходил. Обходчик. Вот он идёт по лесу. Или там попросик какой идёт. И внутренний, вслух ли, говорит, Господи, один шаг. Это мне я сделал. А два ради Тебя. Два Тебе. Тебе два. Мне один. Тебе два. И вот так вот разговаривает с Богом. И с Богом ему хорошо, радостно. Он с Господом. Он же и один-то. И у него какая жизнь-то в лесу-то? А он живёт в счастье, как в раю. Он с Богом беседует. Ему душа ликует. И вот он раз обход такой совершает, и около дороги получился. По дороге ехал местный священник, пишет Толстой в рассказе. И тот слышит. Идёт молодой человек и говорит, Господи, один шаг мне, два шага Тебе. Говорит, и ты что делаешь-то? Что говоришь? Говорит, я молюсь. Говорит, как молюсь? Говорит, вот, говорит, шаг мне, а Бога два шага. Говорит, кто тебя там научил? Говорит, да меня никто не мог научить. Вот как душа происходит? Говорит, это всё неправильно. И кто это так молится? Шаги Богу. Зачем Бог твои шаги? Что придумал всё? Это неправильно. Надо молиться. Есть специальные молитвы. Христос нам дал. Отче наш, например. Говорит, ой, я ничего не знаю, неграмотный. Батюшка научи. Говорит, ну, отче наш. И же и си на небесе их. Стало учить. Тот тихонечко едет. Тронтайский батюшка. А отрядом идёт. Старается запомнить. Повторяет. Ещё опять вместе. Всё. Доходит речка. Там мосток. Батюшка говорит, так, мне теперь туда. А мне обход по этой стороне идти. Говорит, ну, всё, вроде запомнил. И батюшка поехал, и по другой стороне речки едет. А этот по другой идёт, а в обход совершит. И спутал. Спутал, и расстроился, и всё перепутал. Говорит, батюшка, батюшка говорит, я забыл. Я забыл, напомни. А тот по другой речке едет, со стороны, и не слышит. Он, ну, сейчас уедет. Когда я его священнику вижу? И побежал к нему. Говорит, постой, постой. Повтори ещё раз молитву. Я запамятовал её. Тот поворачивает священника и видит. Это паренёк бежит по водам, как по суше. И не замечает это. Он подбежал, говорит, батюшка, скажи ещё раз. Тот лошадь остановил. Как ты велел молиться? Он посмотрел его, молчал, сказал, знаешь, что, сынок. Как будешь молиться? Как ты молился, так уж и молись. Только у меня будет тебе просьба. Когда ты прошаги, ты будешь, Бог, говорить? Скажи про меня. Господи, беспутно, вразуми тоже. Когда-нибудь, хоть как-нибудь, а? Больше ничего не надо. Раз, послушай, как по водам. Вы видите? Это художественное произведение. Это не из реальности. Это Толстой придумал. Но в этом произведении большая правда. Какая? Что если искренне от души обращаться к Богу, оформить хоть шаги, хоть кочергами, хоть хвостами собак, но только быть в общении с Ним непрестанным, значит, быть с открытой дверью пред Богом. Значит, Бог будет у тебя в душе. Ты с Богом. Поэтому и по водам пробежать, и на небо зайти, и сметь препобедить, и Царство Божие наследовать, и радость обрести, несложно будет уже. Вот, мои дорогие, для нас это очень важно. Поэтому, да, мы силу Божьей черпаем в таинствах церковных, но и венчание по-хорошему тросток в жизни, но и причащаться не получится 36 раз в сутки. А держать благодать можно, полученный в таинствах церковных, через непрестанную молитву. Поэтому стремиться к этому должно. Я недавно рассказал пример, когда вот в церковь недавно, в этим летом, приехал молодой человек из Москвы. Он в частном бизнесе. Но денег море. Если не сказать океан. Такой современный, деловой. В общем, вертит дела большие. А приехал в церковь сюда. У него вопрос был. И я обратил внимание, у него на руке, на руке, перстень, дорогой, золотой перстень. А на нем слова Иисусовой молитвы. Он обратил внимание, что я вижу это. И говорит, батюшка, а можно вот так, как я делаю, спросил. И объясняли, говорит, дела большие приходят, суеты много, а душа до Бога просит. А за суетой забываюсь. А порой грех-то пробивается, осудить кого-то, накричать на кого-то, жестким поступить. Боюсь, душ-то сгублю. Поэтому, говорит, мне вот этот перстень заказал себе. Мне его сделали. Он дорогой, и ни у кого не вызывает особого внимания. У тех, кто его, кто с ним ровнится. А для меня, говорит, это очень важно. Он мне все равно на глазах. Слова Иисусу молитвы, говорит. И поэтому я что-то бы делал, сижу в кабинете, подписываю бумаги, а на левой руке у него, на левой перстень, говорит, вот так, говорит. Я это вижу и про себя стараюсь как можно чаще. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Я с изумлением слушал его, такой молодой, так много удостигший и такой на редкость умный человек. И ему удается среди большой суеты быть с Богом. И нашел ведь форму, как это сделать. Он еще мне сказал, говорит, я батюшку хотел сначала с четками, как он монахин, например, с четками ходить. Но с моими делами они мне мешаются. Я их в карман забуду. Бумаги пишу правой рукой, левой поддерживаю. Опять мешают. А это ничего не мешает. День и ночь со мной, постоянное напоминание. И стремлюсь быть в непрестанной молитве. И я вот послушал его. А вопросы были смешнее смешных у него. Например, например, вот я скажу один пример какой-то. Вот он не похвалил, сказал, батюшка, я на дела Божьи стараюсь жертвовать каждый месяц полмиллиона. Наверное, лукавлю пред Богом, жадничаю. Наверное, побольше бы надо мне. Правда? А вот я вам теперь скажу, не отвечая на вопрос, вам спрошу. Каждый из нас может ежемесячно полмиллиона на дела Божьи давать. А у него такая возможность есть. Не потому ли, что он с Богом живет-то? И идет по дороге правильно. Поэтому на него и сыпется все. И земные блага тоже. Не по этой ли причине-то? Вот как интересно. Он ищет Божьего, а Господь и Божьим земным его обогащает. Мы только сейчас сказали во время проповеди. Это мы придумали себе перегородок. Мир духовный, мир материальный. Помните, я сказал, а законы Божьей не действуют без этих перегородок. Они одни и те же законы. Бог тот же и в духовных делах, и в материальных. И в нем вот это проявляется. И это видно в нем. И потом у него еще был вопрос. Вот большое дело задумал. И вроде бы не надо бы. Хватает на все. Говорит, но денег-переизбыток, надо куда-то их направлять. Слушайте, денег-переизбыток. Сегодня сколько приехали с вопросом денег-переизбыток? Есть, о деньгах будет. Сегодня речи будет. Будет в долгах таких, что не знаю, что делать. Хоть волком вой. И в ипотеку влезли, и не знаем, теперь что, как быть. Страх, по ночам не спим. Вот такой будет. А что, переизбыток? Это редко. А у него так. А я вот смотрю, он все это говорил, а я смотрел на его персень-то и думал, вот она причина-то где. Вот она где, корень-то всех его благ-то и благополучий. Он с Богом, непрерывно, за его руку держит. Его двери нараспашку открыты. Его Бог, ему Бог в сердце не стучит. Дверь-то уже открыта, он уже там, он уже с ним. Вот за его руку непрерывно. Он высосывает непрестанно. Через молитву Боги. Вот. Вот, мои дорогие, когда рассказываешь о детстве святых, живших 400 лет назад, одна реакция. Когда говоришь, вот он сейчас говорит, в наше время, сейчас, такой, как мы. И вот, получается жить по-божьему ему. Получается. Вопрос. Нам с тобой что мешает, а? Ну, давай не будем золотой персень. Давай, как раз ниточку привяжем просто на пальцы, а? Хотя бы. Еще что-нибудь придумал. Гонь на выдумку хитра. Давайте придумать что-нибудь себе. И будем с именем Божьим на устах непрестанно и в сердце непрестанной молитвой держать тебе благодать Святого Духа, не разумно с Богом быть. Тогда даже навигатор тебе не нужен ведь. Тогда глаза закрой, а тот, кто за руку нас держит, так поведет по дорожке. И по всем желанию ошибиться не получится. И это несложно. Мои дорогие, вот мы сейчас скальпост идет. Для многих поститься тяжело. И реально тяжело на самом деле для многих. Сколько сейчас больных людей? Вот наше еще, ну, совсем недавно было поколение. Слово такого не слышали. Диабет. А сейчас ни слова. Сейчас уже у строго матери рождается с такими болезнями. Сейчас детей вот таких маленьких диабетчиков, не говоря о стариках, сколько. А у стариков диабетчиков, наверное, каждый второй, каждый третий, я не знаю статистику, но слишком много. И многим даже поститься будет не только не в спасение, а в погибель. Форма самоубийства будет. А молиться? Какие противопоказания для молитвы? И здоровому, больному, богатому, бедному, ходячему, лежачему, семейному, одинокому, молодому, старому. Что мешает? Ничего. Вот. Поэтому Господи помилуй, Господи помоги, Господи не оставь. Милость Твоя Божия да будь надо мною. Господи поведи, Господи вразуми. Господи покажи путь Твой. Господи не дай потерять руку Твою. Сложно тебе так? Ну, не надо. Иисус Твой. Господи, Иисус Тебе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Так. Мотарёва. Мне нравится вот это. Кому как? Мне нравится Мотарёва. Мне ближе к сердцу это. Божьей милости буди мне грешнику. Как хорошо. Всё в ней есть. Имя Божие поминаю и помощи прошу и не забывай своего настоящего имени. Помоги мне грешнику, чтобы не забыться, кто есть. Только ещё надо добавить слово списанному. Всеми. Только ты не бросаешь, Господи. Поэтому, мои дорогие, нам это очень важно. Вот. Постоянство молитвенное. Для этого не надо большого ума, образования, силы, времени. Они руки делают, крутят, руль машины у станка или стоит, или как тот в бизнесе документ подписывает. А ума и сердце в молитве. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Кстати, это русская традиция Иисусова молитвы. Греки и весь Афон это слова по-другому произносят. Они говорят вот так. «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня». Кратч. «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня». Есть сейчас в Америке, в Соединённых Штатах Америки, Канаде, жив старец, грек, приехав сюда с Афона. Его имя – Ефрем. Может, вы знаете уже? В Аризоне он открыл два десятка монастырей в Штатах греческих. А сейчас там уже не только греки, православных много. И около этих монастырей целое поселение православных. Так вот он сам, наученный своим старцем Иосифом на Афоне и своих учеников, а там 20 монастырей, повторяюсь, это много людей, эмирян сколько, он учит их Иисусу молитвы произносить вслух. Вот у нас нет такой традиции в России про себя. А он вслух. И вот у них монастырь очень интересный. монахи грядки пропалывают, например, или поливают. А когда не один, у нас тогда вслух как-то в ногу, в унисон, и только кругом слышится «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня! Господи, Иисусе Христе, помилуй меня!» И болтать некогда между собой о пустом, и осуждать не приходится. Не пристану мыть. И только кругом у него в этих монастырях звучит это вот «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня!» С одним монахом говорил. Он поехал посмотреть на это. Необычный опыт. Он его не мог принять. И решил поехать. Он говорит, пять дней пожил, и когда уезжал, душа плакала, не хотелось уезжать. Так бы остался там навсегда. Так навсегда. непрестанной молитве. Даже, говорит, утром греки там встают в монастыре, у них первое, что делают, как ни странно, это ставят турку, кофе варят. Часочку кофе выпивают, и монахи первое, что делают. Вот они запах кофе, говорит, только сейчас раздается, не успел раздаться, говорит, а уже во всех уголках слышно «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня!» Запах кофе, говорит, для меня теперь, когда, говорит, он приехал, кофе любит, как только запах пойдет, говорит, у меня первая реакция «Вслух Господи, Иисусе Христе, помилуй меня!» Как прекрасно! Вот, мои дорогие, и нам с вами, вот, непрестанно, молитвенно пребывая, через это дать Господу быть не у дверей нашего сердца, а в сердце нашем уже, внутри, дать Господу действовать и самим через молитву непрестанно держаться за его руку. Это очень важно. Если так будем стремиться жить, я не сказал будем жить, будем стремиться хотя бы, уже видим, какие изменения будут в нашей жизни, как все будет по-другому складываться.